Утро на Болткоме Я сейчас боюсь запутаться, но, по-моему, каждая вторая сказка советского кино была снята именно Александром Роу. Ян Потуцкий – это польский писатель, найденный в Сарагуси. Один из, наверное, самых таких культовых текстов. Просто роман, сносящий крышу. И один из таких прогрессивных для конца XVIII века. А вот это вот «Смейтесь!» «Паяцы!» Ну, в общем, автор оперы «Паяцы» Ален Ковалов сегодня появился на свет. Исполнитель роли Брежнева Евгений Матвеев. Ну, и, кстати, многих других прекрасных. Там в 1922 году родился Сергей Никитин. Тоже родился в 8 марта. А это который Александр. Да, да, да. И который… Все же у меня на каждую-то фразу песня находится. Если у вас нету тети тоже. Вот как интересно мозг устроен. Если у вас нету тети, он тоже пел, кстати, за Мягкова в фильме. Эфраим Севела. Да, это потрясающе совершенно… «Хроники инвалидной улицы». «Попугаи, говорящие на Идиш». У него там очень-очень веселые, очень смешные. В общем-то, он писатель-эмигрант. И у него очень много, конечно, про эмигрантскую жизнь. Но написано весело. Про еврейские мистенчики. Да, да, да. Ну, очень смешно, действительно. Если будет возможность, почитайте, я думаю, получите удовольствие. Ну, и, кстати, женщины все-таки тоже. Синтия Ротрак. Я брал даже у нее интервью. Синтия Ротрак, когда она проезжала в Ригу. Это вот у меня даже есть совместная фотография с нею. Расписываюсь в своей безграмотности. Рассказывайте, кто это? Подождите, Синтия Ротрак. Это, ну… Честно. Актриса, которая снималась и с Джеки Чаном, и с другими, ну, и сама по себе. Она боевая обладательница каких-то поясов. А-а-а, типа Джеки Чан в юбке. В юбке, да-да-да-да. Ну, я же внешне-то, может быть, по вот этому «кя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. К сожалению. Но сейчас придется на подкорку записать, чтобы больше так не позориться, тем более, в прямом эфире. Ну, и ещё, если говорить про женщин, Настя Ивлеева тоже. Ей, кстати, сегодня исполняется тридцатник. Алё, Лырешка. Это мне пока не говорит о чём-то. Да, да, да. А между тем мы уже... Между тем к нам подсоединился наш следующий гость. Связь вроде как установлена. Только единственное у меня почему-то сомнение со звуком. Сейчас проверим. Микрофончик. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Николай, вы нас слышите? Да. Да, прекрасно. И слышит, и видит. Значит, с нами на связи основатель рижского реактора инновации Коммерциализейшн Реактор. Всё почему? Потому что в середине апреля латвийское агентство инвестиций и развития ЛИА организует так называемый ДИП-тех-ателье. Мероприятие для тех, кто подумывает запустить стартап, но, возможно, не решается, или нашёл какую-то идею, нащупал, как он считает, нишу, но не хватает каких-то знаний. Плюс цель этого мероприятия – сломать стереотип, мол, стартапы только для модных. Нет, они для предприимщиков. Как-то вот эти вот идеи посылает широкой общественности ЛИА. И я понимаю, что идея-то вот как раз заключена, как в песне Газманова. «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, я на суше, ты на море, мы не встретимся никак». Ну, свести вместе предпринимателей, да, вот предпринимателей, и тех, кто готов вложить средства, и тех, кто готов свои идеи принести. Более того, в этом году конференция вот эта ДИП-тех-ателье, она будет посвящена, вот как тоже объединяется, космос, здравоохранение, медицинские технологии и коммерциализация научных знаний. Николай Адамович, основатель вот этого коммерциализейшн-реактора, один из руководителей конференции. Николай, расскажите, самое главное, но опять же, мы всегда начинаем с самого главного, чему будет посвящена, кто может, кто должен и зачем участвовать. Чем это интересно? Ну, доброе утро всем слушателям, доброе. Значит, участвовать может, в принципе, любой. Кому хоть как-то интересно слово сочетание ДИП-тех. ДИП-тех – это глубокие технологии, то есть все, что связано с наукой. А поскольку мы говорим о коммерциализации, это значит, что науку, которая не сама по себе, не для только фундаментальных исследований, а то, на базе чего можно сделать свой стартап, можно сделать компанию, можно сделать продукт или сервис и успешно потом управлять этой компанией. Ну и на данный момент самые востребованные ниши и в Латвии, и в мире. Какие? На чем вот это можно сделать, совместив науку и коммерцию? Это очень трудно сказать, потому что на самом деле одно и то же научное изобретение может служить в разных индустриях и найти ту самую рыночную нишу, да, это самая первая обязанность предпринимателя, собственно говоря. Я чуть-чуть поправлю, значит, что предприниматель – это не тот, кто с деньгами. Тот, кто с деньгами – это инвестор. А тот, кто предприимчивый, у кого глаза горят. Он с шилом в одном месте, да, значит, и которому так хочется что-то поменять в этом мире. Вот это предпринимательство в своей судьбе и в мире. А деньги, деньги есть у инвесторов. Предпринимательные обязательно, должны быть собственные. Ну, то есть должна быть идея прежде всего, а деньги уже под нее найти можно. Идею как раз-таки на этом самом диптек-ателье он может и, ну, посмотрев на научные изобретения, да, эту идею, ну, скажем так, зачать. Вдохновиться, видимо, да? Вот если проводить параллель с Голливудом, вот я бы так сказал, что, значит, есть… вот продюсер – это, значит, предприниматель, инвестор – это он ищет деньги у тех, кого забирают, а идея – это вот, ну, вот, условно говоря, сценарист или кто-то, кто приносит, говорит, вот хорошо бы снять такой фильм. Примерно так, да? И да, и нет, но примерно так, да. Да, я бы сказал, что, может быть, большая аналогия – это, что есть подающий надежды артист или актер или актриса, да, значит, который никак не может раскрутиться. А есть продюсер, который знает, куда бежать, значит, чего снимать, чего не снимать, да, ну, или сценарист начинающий. Здесь слово начинающий, скорее всего. Да, да, значит, и вот это вот соединение всего-всего, да, это очень важно для рождения именно стартапа, потому что ученый, сидя в своей лаборатории, крайне редко понимает, что происходит на рынке, да, предприниматель, в свою очередь, не родившись и не учившись там на физматах и так далее, да, может не знать, что существует вот такой специфический материал или такой-то эффект, такой-то сенсор и так далее, и так далее. А вот когда они вместе собираются, это вот мы называем ignition event, то есть зажигание такое, да, это будет вот 14 апреля, на нашем сайте можно зарегистрироваться, да, там вот как раз для людей, которые думают что-то поменять, да, но не хотят делать, ну, может быть, очередное кафе там или так далее, я не против кафе абсолютно, я за, да. Ну, понятно, о чем речь, конечно. Вот, вот это, да. Ну, звучит это все красиво, правильно, понятно, но непонятно, как это будет физически выглядеть. Ну, когда, ну, скажем, выставка где-то на каком-то пространстве конечном, там, стенды, и ходят люди, и что-то происходит, там роботы ездят, что-то мелькает, привлекает твое внимание, как-то секторы, все это поделено квадратно-гнездовым, и ты знаешь, куда обратиться сейчас в отсутствие физической возможности подойти к какому-то стенду, о чем-то пообщаться, начав разговор и обменяться какой-то информацией взаимополезной. А все же на удаленке будет, да, как это будет поделены, какие потоки, может быть, тематические комнаты условные, виртуальные или иначе? Значит, там на самой конференции будет три потока разных, три потока. Один из них будет как раз для будущих стартапов. Это вот то, что реактор коммерциализации занимается. Два других потока, космический и по здоровью, это вообще для зевак, для всех интересантов, как говорится, где будут рассказывать про интересные вещи. Если же говорить про то, к чему мы призываем, то есть людей, которые задумывают начать свой бизнес, хотя бы подумать об этом, да, то поскольку мы круглогодично отбираем, значит, как-то многообещающие научные разработки, то будут представлены порядка 12 научных разработок в виде презентации, естественно, да, значит, где людям будут объяснять, что данная конкретная группа научная достигла в этот момент, какие потенциально продукты или сервисы можно на базе этого сделать, вот, и предприниматели после этого решают, посмотрев все 12-15 презентаций, да, решают, окей, а я поинтересуюсь глубже вот этим и этим, да, и процесс пошел, как говорил у нас один классик. И дальше начинается долгая дорога в дюнах, то есть на этом мероприятии люди только знакомятся, а дальше все уже по-серьезному, и там начинается многолетняя. Прямо как это сайт знакомств, да, получается, что вот вы как бы не несете ответственности за то, что поженятся или не поженятся, но самое главное, что вот что-то... Бизнес-сводничество, да? Это традиционное, без этого никак, без этого никак, потому что момент встречи он должен быть, да, но мы ответственны к этому, то есть мы часть команды, поэтому здесь, скажем так, нам не безразлично, что произойдет или не произойдет. Это не только вот собрались и дальше на трава не расти, нет, нет, начинается многомесячная так называемая суппорт-программа, да, это очень важно. Простите, а вот если вот девушка красивая и у нее несколько кавалеров, словно говоря, вот идея привлекательная и нашлось несколько предпринимателей, которые ей заинтересовались. Вот как здесь решается, то есть это, ну, девушка выбирает кавалера или, простите, тут может быть какое-то даже, ну, не хочется продолжать уже аналогии, но вот совместное... Просим, просим. На здоровье, на здоровье, главное, чтобы люди поняли, о чем речь, да. Значит, ну, во-первых, если продолжаю вашу, девушка красивая, но своенравная, да, поэтому не каждый из юношей выдержит, и, значит, это нужно же сделать сложные дела, то есть нужно все-таки найти инвесторов там потом, хотя мы и сами инвестируем, потом, значит, найти индустриальное приложение, то есть это не просто так вот с девушкой, как говорится, по чуть-чуть, а это серьезно, да, то есть и пока до сих пор, то есть это больше труда, чем удовольствие, да, хотя и удовольствие тоже есть, но это очень много труда, если по-серьезному, да, поэтому если даже два предпринимателя или три, у нас максимум четыре есть, когда вот берутся за один проект, это хорошо, потому что работы много, потому что даже направлений несколько, да, и вот эта вот научная разработка, да, она может быть и там, и сям применима параллельно и так далее, да, поэтому конфликтов не бывает, да, внутри, но отсев есть, к пору нет, потому что это тяжело. Насколько латвийским потенциальным предпринимателям, особенно в сфере технологий, необходим, ну, как бы так литературно выразиться, воодушевляющий, направляющий пинок или, напротив, ситуация обратная, люди рады заниматься своим бизнесом, открывать что-то новое, какие-то стартапы запускать, насколько активны мы в этом плане? Да, значит, активны, как и везде, индекс предпринимательской активности в Латвии один из самых высоких в Восточной Европе, как ни удивительно, да, значит, касаемо пинка, ну, наверное, все-таки это внутреннее решение каждого, что, ну, кто-то, работая в компании, дорос до понимания, что, как говорится, у генерала свой сын, да, и дальше никак, да, кто-то, кому-то просто надоело рутина и хочет чего-то такого, вот, кто-то хочет сделать, ну, большой бизнес, да, глобальный, а без, ну, для Латвии без вот диптека сделать большой бизнес, ну, крайне-крайне-крайне сложно, а здесь это возможность. Я бы так сказал, у кого есть внутреннее желание, ну, стать миллионером в наше время, да, то это туда. Скажите, вот ухудшение в последнее время отношений между Россией и Западом, насколько это может, ну, повлиять, негативно ли это влияет на поиск инвесторов, потому что, ну, не получается ли так, что косо смотрят, если инвесторы приходят с Востока? Да, пришла тебе в голову хорошая идея, нашел хорошего человека, который в тебя вложился, а он раз такой и по санкциями оказался, да, вот в этом смысле. Ну, и в этом тоже. Ну, и вообще вот. Эффект некоторый есть, да, но мы в основном, значит, работаем с инвесторами западными, да, технологии наполовину с бывшего Советского Союза, наполовину английско-европейские, раньше я бы сказал европейские, а теперь надо разделять, да, значит. Ну да. Вот, поэтому, скажем так, лучше бы этого всего не было, я имею в виду, санкции и так далее, да, они есть, влияние существует, но оно не критично, то есть для науки барьеры, ну, не возведены, так скажем, в этом смысле. Если правда она там не двойного назначения и так далее, это проверяется в самом начале, я напоминаю, мы беседуем с Николаем Адамовичем, основателем Рижского реактора инновации «Коммерциализейшн Реактор», а поводом стало мероприятие, которое в середине апреля организует ЛИА, так называемое «Диптехотелье», мероприятие для тех, кто подумывает запустить стартап, но, возможно, не решается. Если у кого-то есть идеи, еще не поздно записаться к вам. Даже у кого нет идей, не поздно записаться, да, как раз, я еще раз повторю, там может идея и появиться, когда человек посмотрит больше десятка, значит, научных разработок, да, как раз идея может в голову прийти, вот это самое важное, да, понимать. То есть не поздно, это 14 апреля, значит, у нас на сайте есть commercializationreactor.com, да, значит, там есть все расписание, есть предварительные информационные сессии, мы только что заканчиваем в этот четверг мастер-классы для тех, кто подсветился пораньше предпринимателей, и осенью будет следующий заезд на мастер-классы, да, для именно начинающих предпринимателей в сфере «Диптех». Кстати, конференция наверняка предполагает какие-то мастер-классы, выступления в рамках программы, какие-то звезды, светила мировые «Диптехова». Да, 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 там будет интересно, потому что наш трек, ну, мы, ну, треть только, да, там вот будет и про космос, и будет анонс, кстати, будущего космического инкубатора здесь в Риге, да, который вместе с РТУ, Рижским техническим университетом мы планируем сделать через год где-то и космическим агентством. То есть и будет секция, посвященная, ну, всему, что называется «Хелс», там, здоровью. Очень весьма актуально сейчас про «Хелс», конечно. Скажите, а вот если говорить о годах существования этого проекта, вот чем действительно вот можно гордиться, какие-то выстрелили проекты, которые уже реализовались? Вот, может быть, мы могли бы назвать несколько таких ярких примеров? Да, 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 спасибо за вопрос, потому что, да, мы уже больше 10 лет, да, значит, больше 100 стартапов рождено и продолжает движение больше 50. Значит, самые громкие такие достижения, это, конечно же, покупка немецкой компании «Шафлер» одного нашего стартапа, и здесь «Накотехнология», специальное покрытие, нано-покрытие, которое позволяет в автомуте, в автомобильной промышленности, там, достигать больших успехов. Другой наш стартап делает сейчас самой крупной в мире нефтяной компанией «Саудиорамка» полевые тесты, да, их оборудование там у них. Вот, еще один стартап, его продукт летит на Луну и на астероид, это компания «Эвентех», которая, значит, уже пять контрактов с космическим агентством имеет. Вот, еще, ну, с десяток, наверное, компаний, которые там выигрывали всякие мощные призы, проинвестированы, и я думаю, что этот год вряд ли, а вот следующий год будет очень громкий, да, вот, по итогам, по итогам вот работы реактора. Ну, звучит впечатляюще, на самом деле. Да, очень. Так что всем... Есть всем хвастаться, да, и, может, вам будет интересно просто приглашать сами стартапы, да, которые могли бы рассказывать про себя, это было бы круто. А сколько времени, в принципе, проходит от идеи до ее воплощения? Когда уже можно? Счита денежки, когда можно? Много, много, много проходит. В принципе, это где-то, ну, человек, который собирается этим заняться, на пять лет должен рассчитывать железно, да, просто железно. Если раньше, это просто либо чудо, либо он гений. Вот, если... Ну, так и семь, и восемь лет – это норма в этом бизнесе. От начала до чего-то, когда ты добился. Да. Это долгая песня, но она того стоит. Деньги вокруг есть. Финансируется – это очень здорово. В Европе это приоритет, в Латвии это приоритет. Значит, поэтому, скажем так, кто хочет, задумывается о том, что он или она будет делать в ближайшие, там, 20 лет – доброго пожаловать. Вот так вот. Особенно женщин с 8 марта у нас очень много предпринимательниц. О, интересно. То есть, получается, что женщины тоже активно участвуют? Да. У нас даже есть некая дискриминация мужчин бывает, да, то есть, чисто женские стартапы не берут туда, значит, они почему-то. Я хочу, значит, но... Ну, как, помните, в рекламе у женщин свои секреты? Вот, да, значит, нет, нет, им большие молодцы, девушки, женщины, добиваются там вот в одном, один, даже два стартапа со специальными нанотрубками, там, Мария и Марина, а, значит, они как-то засветили Латвию на глобальной карте, что вот из топ-5 стартапов по нанотрубкам, неважно, что это такое, да, значит, но на два из них из Латвии. Один из Америки, из ЮК, и один из Сингапура, из топ-5. Вот, поэтому могут, все могут, да. Как у нас красиво получилось. Начали с малопонятных каких-то дип-технологий, а закончили все равно всем понятным праздником 8 марта. Николай, огромное спасибо за рассказ. Отмечу еще раз, мы беседовали с основателем Рижского реактора инноваций Commercialization Reactor, а поводом стало то, что в середине апреля ЛИ организуют дип-тех-отелье, мероприятие для тех, кто подумает запустить стартап, кто хочет вдохновиться или просто полюбопытствовать, что же это такое. Ну и запись, в общем-то, на абсолютно бесплатные онлайн-трансляции либо на сайте ЛИА, либо на сайте вот этого Commercialization Reactor. Так что присоединиться никогда не поздно. Спасибо большое, Николай Адамович, с нами был на прямой связи. Спасибо, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Ну а мы ненадолго прервемся, послушаем новости Эхо Москвы, после чего опять продолжим говорить про 8 марта и общаться с прекрасными женщинами. С песней по жизни, с песней по 8 марта. Радио Болтком.